Здарова, коржата! Новый год уже на носу, и пухлый бордатый дед уже совсем скоро оставит вам, вкусненьким подписчикам, крутые подарки, а хейтерам достанутся его грязные носки! Хе-хе-хе-хе! У меня тоже есть для вас подарок, коржата! Я, коржик, бандит и бублик решили подвести итоги уходящего года! Поэтому давайте вместе вспомним, какие приключения у нас были в этом году! Хо-хо-хо-хо-хо! Этот год начался не очень удачно, ведь сразу после праздников, во время прогулки, на меня налетела стая из сексиллиона миллионов бродячих псов! И я им, конечно, навалял, ведь я чёрный лиц, ужас летящий на крыльях ночи и всё такое! Коржата, видите мой нос? Знаете, как сильно он у меня болит? Знаю-знаю, я же чёрный лиц и ужас летящий на крыльях ночи, и я не должен вам жаловаться! Но теперь моя прекрасная носопырка будет вся в шрамах, и я не знаю, когда заживут эти болячки! Брателло, а вот нафига ты с ними спорил? А они стали обзывать меня мелкой вонючкой, а меня никто не смеет называть мелкой вонючкой! Ну волчары тебя и пообиднее называют, но ты с ними в драку не лезешь! Волчарам можно, потому что они, как и ты, член нашей банды, а это были левые бродячие собачки в количестве 48 штук! Я им всем навалял, потому что я чёрный лиц, я ужас летящий на крыльях ночи, я жвачка, прилипшая к вашей подушке, я Корги Текс! Ваше Высочество, но хватит приукрашивать! Их было не 48, а всего 4 пса! Мы же потом записи с камер наблюдения смотрели! Вот нафиг ты один пошёл гулять? Потом в конце марта мы приехали на стройку человеков, порезвиться на природе, забацать шашлык и проверить обстановку на местности! Ну и вы же знаете, что там уже давно поселился камнеежка! Так вот, он решил изменить свой привычный рацион, состоящий из камней, и переключиться на собачатинку! Но себя съесть, конечно же, мы не дали! И вместе с брателой дали отпор этому противному зелёному чудику, нашей совместной супер-атакой! Вот камнеежку я как раз таки искал, но его больше здесь нет! Как нет? Что значит нет? По нашему договору он живёт здесь и больше не делает нам гадости, а мы его иногда проведываем и спрашиваем о всяких монстрах! Вот я и хотела его кое-что спросить о монстрах, но камнеежки больше здесь нет! Он исчез! Он что, сбежал? Он нарушил договор? А может быть его похитили? Ведь он много о нас знает, а врагов, которые хотят узнать наши секреты, полно! Так, парни, походу дело пахнет керосином! Если камнеежка исчез, ни к чему хорошему это привести не может! Тут он был под нашим контролем! Нам нужно срочно выяснить, куда он пропал! Никуда я не пропал, вонючие псы! Пока вы сражались с другими монстрами и забывали обо мне в своём враге, я сидел здесь и вынашивал планы мести! Капец, камнеежка! Ты почему такой здоровый? А потому что я больше не маленький зелёный камнеежка, который жрёт камни! Я теперь большой зелёный собакоежка, который очень любит вкусненьких собачек! Как только у нас в доме появился Коржик, а потом Кекс, мне на почту пришла посылка. В ней было письмо и вот эта вот сим-карта. В записке было написано, что в самых экстренных случаях по ней можно связаться с отцом Коржика и Кексом. Ну привет, мальчики! Папа, это ты? Здравствуй, отец! Не скажу, что рад тебя видеть, но нам нужна твоя помощь. Расскажи нам об этом секретном оружии, которое можем сделать только мы с Кексом. А я рад видеть вас обоих, несмотря на наши отношения. С удовольствием помогу вам. Ваше секретное оружие называется Коварный Гигапук. Чего? Коварный Гигапук? Это чё, круче моего Суперпука? Конечно, Кекс. Это намного круче и коварнее. Эта техника передаётся из поколения в поколение, и её могут сделать только два брата. Оно не основано на магии, оно основано на управлении самой материи мира. Зашибись. Коварный Гигапук – это не просто вонючий взрыв, а управление материи мира. Да уж. Это чё такое? Это чё за зеленый? Затем нашу любимую игру Бравл Старс заблокировали. И нам всем в голову пришла идея вызвать Леона, чтобы он помог нам решить эту проблему. Но он слетел с катушек и даже снял свой капюшон, чтобы нас грохнуть. Но, как вы знаете, ничегошеньки у него не вышло. Парни, а может мы игру запустим с помощью магии? Ну чё, разве мы с этой блокировкой не справимся? О, я за. Давайте прямо сейчас заколтую хосячьей магией телефон, и мы все сможем поиграть. Бублик, парни, ваша жизнь вообще ничему не учит. В нашей квартире нельзя колдовать. В другом месте, пожалуйста. А тут при активации магии вечно приходят какие-то монстры. Да чё ты ссышь, младший человек? Ну какой монстр может получиться из игры Бравл Старс? Не говори ерунды. Вот именно. Короче, ты как хочешь, младший человек, а я использую коржачью магию. Коргис, Моргис, Бравл Старс, запускаем бис. Ну и? Ничего не произошло. Игра до сих пор заблокирована. Что это? В доме же никого кроме нас нет. Поздравляю, парни, а я вас предупреждал. Вместо того, чтобы запустить Бравл Старс, вы вызвали сюда персонажей из игры. Поиграйте со мной. Капец, это же Леон, мой любимый персонаж из Бравла. Ставьте лайк, если любишь Леона. Привет, Леон. Чувак, как сам? Как дела? Расскажи, чё так им приперся? Поиграйте со мной. Хм, а он реально хриповый. А ещё ведь никто никогда не видел его лица. Он всё время в своём капюшоне. Только скины меняет. Во что с тобой поиграть, Леон? Поиграйте со мной. О нет, смотрите, он снял капюшон. Вы снова вызвали монстра. Конец весны тоже выдался богатым на события. Скибини туалет чуть не сожрал человека деда, но его коварные планы были смыты нашим сливным бочком правосудия. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Я не боюсь никаких чудовищ, потому что я советский офицер. А мы тебе вызовем такое чудовище, про которое ты в своём Советском Союзе и не слышал. Хордис, мордис, скибини туалет, появлям бис. Ого, ничего себе. Пойду-ка я отсюда. Ага, испугался. Хе-хе-хе. Будешь знать, как нам лапы мыть. Кто меня вызывал? Кого мне тут нужно сожрать? Вот этих собачек? Слышь, сортирный монстр, ты совсем ку-ку? Вообще-то мы тебя позвали, чтобы ты мог усал человека деда. Но он ушёл. И поэтому я буду сегодня кушать вас. Ну а дальше случилась наша с брателлой эпическая поездка на море. Мы грели попы на песке, купались в жидком снегу и пытались завести курортный роман с какой-нибудь цыпочкой. Но во всю эту пляжную идиллию вмешались камерамен и спикермен. Они приняли микро-человеков за скибидистов, ведь те напевали песенку «Скибиди, доп, доп, ес, ес». А потом произошло то, что обычно с нами происходит. Даже на отдыхе на нас снова напали ужасные чудовища. И я сейчас не про лягушек. Эти монстры реально сдолбали. Ни дома, ни на отдыхе от них покоя нет. О, давайте этих важных дебилов побесим. Ага, а то сидят такие пафосные. Они же типа взрослые. Предлагаю сейчас перед ними встать и станцевать танец кибиди доп-допа. Отличная идея, пошли. Я бы на вашем месте был бы поосторожнее с этим мемом. Ой, да кого вы грузите? Не надо нас дурить и пугать. Чудовища не существует. Дети, быстро сюда! Поздняк метаться. Уку, ежики. Это здесь пели песенку про скибиди. Значит, они скибиди-туалеты. А если они скибиди-туалеты, мы обязаны их уничтожить. Это кто там вякает? Кто-то хочет спасти этих скибиди-туалетов? Мы не скибиди-туалеты, мы дети. Да вообще-то я уже не ребенок, не 14. Надо избавиться от этих спасателей. Приказываю вам утопиться. Да, нам надо утопиться. Сделайте что-нибудь, они сейчас утопят наших родителей. Да фигня вопрос. Сейчас мы разберемся с этими вонючками с помощью горжачьей магии. Да я их сейчас вдребезги пополам разорву. Потому что я черный лис, я ужас, летящий на крыльях ночи. Это что там еще за маленькие скибиди-туалеты с ушами? Видимо, какая-то новая разновидность. Тимофей, кекс, коржи, сделайте уже что-нибудь. Да легко. Коргис, моргис, чудовищ, уничтожопи. После морских приключений опять наступили спокойные деньки. И хоть каждую неделю какой-то монстрик хотел нас уконтропупить, особой опасности они из себя не представляли. Вы не поверите, к нам даже здоровенькая зеленая свинья приходила. Ну или вернее сказать, прикатывалась. Ведь рук и ног у нее не было. Мне нужны ваши яйца. Чего? Вы вызвали огромную зеленую свинью? Не-не-не-не-не. Я ее точно не вызывал. Я тоже. Она сама тут появилась. Никто меня не вызывал. Меня сюда послали для того, чтобы я забрала ваши яйца. О нет, только не это. Не надо забирать наши яйца. Она вообще-то говорит о птичьих яйцах. А ты, Кекс, не птичка вообще-то. Фух, точно. Я же черный лис. Я ужас летящий на крыльях ночи. Мне пофиг, кто вы. Мне нужны ваши яйца. Как бы там ни было, это отличный способ проверить, вернулась моя магия или нет. Ты что, знаешь, как завалить эту гигантскую свинью? А вы что, не играли в эту игру? Надо просто сделать злобную птичку. Ого, смотри, она создала реальную злобную птицу. А теперь натянем волшебную невидимую рогатку и отпустим птичку. Еще летом мы беспощадно прогонули парней вместе с младшим человеком. Мы сказали бандиту, Бублику и Братели, что раздобыли настоящий детектор лжи, который был просто обычной кучей проводков и старой электроники, склеенной между собой соплями младшего человека. Что, впрочем, нам ни капельки не помешало объявить парней злостными врунами и засадить их в импровизированную тюрягу. Хе-хе-хе-хе. Младший человек, а ну иди сюда. Мне парни показали старый ролик. Зачем ты меня обманул, что у тебя есть детектор лжи? Да никого я не обманывал. Тот полиграф действительно был фейковым. Ну, за эти два года я потихоньку покупал в Тракнете необходимые компоненты. И собрал настоящий детектор лжи. Ну, вот, смотрите. Ты чё издеваешься, младший человек? Это то же самое, что и в старом ролике было. Ноутбук, старые наушники и рация. Ну вот вы глупые псы. Я просто все новые компоненты туда спрятал. Чтобы ни у кого не вызывать подозрений. И эта штука реально работает. О, да, пропала моя игрушка. Ну, помнишь такой попугай плюшевый? Я так любил с ним играть. Я не в курсе. Я не слежу за твоими игрушками. Это ложь. Чего? Неужели эта штука реально работает? Офигеть. Ладно, признаюсь. Я с ним игрался, пока ты спал. И нечаянно оторвал ему бошку. Пришлось его незаметно выкинуть. А вот это правда. Всё, я как следователь назначаю тебе лишение свободы. Младший человек, отнеси его к тюрьму. За что? Спасите, помогите. Куда вы меня тащите идти? Давай начнем с простого вопроса. Ты бандит? Ты что издеваешься, вонючая сардылька? Конечно, я бандит. Это правда. Ну вот, как мы видим, этот пёс только что признался в том, что он бандит. А следовательно, его тоже нужно поместить в тюрьму. Место бандитов именно там. Младший человек, неси его к остальным. Вы что издеваетесь? Бандит это же мое имя. Это совсем не значит, что я преступник. Кабиночный Централ, ветер северный. Сидим мы ни за что, зла не мерено. Ну что, арестанты, круто мы вас кексом развели. Всё, выходите, мы пошутили. Ах, значит пошутили. Ну всё, сейчас у одного трёхцветного корги станет на одно ухо меньше. Ну а в самом конце лета вы, мои любимые горжата, сделали мне настоящий подарок. И достигли невероятной отметки в 300 тысяч подписчиков. Ура! Естественно, такое событие мы отметили выходом моего нового коржачьего рэпчика. Чёрный-чёрный кекс. На районе модный пёс, рыжий, чёрный, мокрый нос. Появляюсь из подъезда, тихо, скромно, без наезда. Слядом обвожу площадку, леди, может быть, в лошадку? Цепостанной оказалась, от лошадки отказалась. Чёрный-чёрный кекс. Лиса, нищий ночи. Ужас, кто зе бест. Мчусь на крыльях ночи. Чёрный-чёрный кекс. Лиса, нищий ночи. Ужас, кто зе бест. Мчусь на крыльях ночи. Ну а в начале осени все мы стали свидетелями настоящей любовной драмы Бублик втюрился в ТВ-вумен и даже поцеловал ее, что очень не понравилось камерамену И конечно же он пришел нас замочить После вкусного обеда по закону Архимеда полагается поспать Ха-ха-ха-ха-ха, причем скоро вы все уснете вечным сном Здрасте, приехали, до свидания, уехали, ты кто такой и что тебе надо? Капец, это же этот, как его, камерамен Здорово, чудила, помнишь нас? Здорово, гигантская камера, ты опять скибиди туалетов ищешь? Так мы же все выяснили, мы никакие не скибидисты Да, я помню вас, лопоухие создания И я ищу не скибиди туалетов ТВ-вумен мне сказала, что ее нового парня зовут Бублик Больше ничего про него не знаю Вы не знаете, кто это? Что она в тебе нашла? Ты же мелкий, волосатый и вонючий, фу Но я все равно отравлю тебе голову, вонючий пес Слышь ты, хиндикам с ножками Ты только что Бублика уже два раза назвал вонючим псом А мы не терпим, даже когда нас чудовище один раз обзывает Никто и никогда не имеет права называть меня вонючим псом Я грозный рыжий волк, самый крутой пес на ютюбе И сейчас мы посмотрим, кто кому бошку оторвет Бублианция, будь осторожен У него защита от нашей магии Младший человек мог только заморозить его из спикермена На небольшой провяжуток времени А мне и не понадобится магия Я уничтожу его морально Слышь ты, камерамен ТВ Вуман, отныне моя цыпочка Я буду ходить с ней на свидание и играть с ней в лошадку А тебя она бросила, потому что нашла настоящего мужика А ты просто неудачник, который кроме уничтожения скибедистов Ничего в жизни не умеет Ты ранил меня этими словами прямо в сердце После этой передряги, в которую мы попали из-за Бублика Я хотел его немножечко потроллить Поэтому я, ну совсем немножечко, пообзывал его в своем ролике Не, ну а че, любишь целовать телевизоры, люби и саночки возить Но Бублик почему-то терпеть не стал И сделал из меня настоящего кота-банана Вы что, уже забыли, как вас похитил злобный рыжий кошак? Нам с Папасей пришлось вас отбивать с боем А я до сих пор уверен, что тот рыжий кошак был ты А знаешь почему? Почему? А потому что ты кошак! Ты кот, а ну помяукай! Капец! Это вопиющее негодяйство И кстати, если хоть кто-то из твоих подписчиков напишет сейчас в комментах, что я кот, тому капец Парни, если честно, мы заигрались, давайте завязывать Я лучше пойду в магазин, надо кое-что прикупить А чего ты хочешь купить? Ну, как чего, кошачьего корма Нам же Бублика чем-то кормить надо? Зачетно патрулил, ваше величество Все, мое хосячье терпение сейчас лопнет И что ты сделаешь? Станешь на нас грозно мурчать? Все, вы меня застали с этим булингом Моя хосячья месть будет страшной И я начну с того, кто первый это начал Хосямба, масямба, кексов кота-банана превращамба Капец! Что ты сделал? Я что, кот-банан? Ты совсем офигел? Капец! А Бубликина не шутил Ну что, ты еще будешь меня котом обзывать? Нет, ты не кот, прости меня! Ну все, рыжая сопля, хорош Давай превращай его обратно Или я это сам сделаю Ну все, все Хосямба, масямба, кота-банана, кексов кексов кращамба Капец! Я все понял, Бублик! Прости меня, пожалуйста! Никакой ты не кот, а грозный рыжий волк Ну а в самом конце года мы познакомились Вспомни из удивительного цифрового цирка И даже пытались ее спасти Она цыпочка хорошая, но с привабахом Чтобы никуда никому не отправляться Давайте я достану магию эту вашу помни И да и все Вот заодно и проверим Существует ли этот виртуальный мир цифрового цирка Или нет Хосямба, масямба Помни из удивительного цифрового цирка Доставамба! Где это я? Что происходит? Кто вы такие? Эм, помни все еще в виде персонажа Той виртуальной реальности? Я что, попала в пустоту? Это новый мир с говорящими собаками? Мадемуазель, меня зовут великий король Корк Третий И мы только что спасли вас из того кринжового цифрового мира Я не понимаю, почему она все еще 3D персонаж? Я вас боюсь Верните меня обратно У вас огромные зубы Капец, сколько человеком добра не делай Они все равно видят тебе только волка Капец! Что же мы наделали? Верните меня такой, какой я была Я не хочу быть жирной теткой Спасите! Помогите! Коржата, поздравляю вас всех с Новым Годом Пусть вам подарят целую гору вкусняшек Спасибо вам за этот год Вы у меня самые лучшие и вкусненькие А с вами был черный рис И ужас летящий на крыльях ночи Корди Кекс Увидимся в следующем году Йуху!